Девочки, всем доброе утро. Я сегодня не взвешивалась. Ну, как я взвесилась, но я там увидела тоже, что обычно, меня это расстроило. Я решила, всё, на этом взвешивание окончено, снимать не стала. Там 56,4. У меня уже пришёл Лёша, и сейчас мы съездим к нему в университет, потом поедем в торговый центр, посмотрим штатив, купим гору еды, и сейчас будем завтракать. Значит, у нас будет чаёк, тут будет сахарозаменитель, вот он у меня стоит, с молочком. Потом у нас будет риса грамм, 103, 150, наверное. Ну, пусть рис тяжёлый, а так его немного. Капусточка квашеная и два яйца. Одно Лёше, одно мне. Пусть Лёша больше ничего не захотела, предлагала ему чай. Точно не хочешь чай? Да нет. Ну вот, так что такой вот у нас завтракчик. Так что всем приятного, кто тоже с нами завтрак. Он такой гадкий, блин, просто самый гадкий на свете. Я вот, ну, вот он выходит из туалета, я остаюсь и спокойно классу в телефоне, и он такой, ба-а-а-а-а-а. Никогда так не делать, это очень гадко. А я даже не пугаюсь уже, ну, ноль реакции. Я привыкла, это, ну, стабильность моей жизни. Нет, не испугалась. Очень сильно. Короче, мы решили это кино, мы будем к джентльменам покушать. я взялась и салонцеза, и Алёша ест сосиску в тесте. Ещё у меня есть кола, наверное, с первой пока. Мне ещё взяли себе вкусную такую булочку. Так что всем приятного аппетита. У меня какой-то обед на ходу, правда. Вот. Но будет, кстати, копчёный. Я думала, будет свежая. Ну ладно. Так что всем приятного аппетита, девочки. Короче, ребят, мы уже вышли из кино. Нам нереально понравилось. Это, наверное, лучший фильм, что я видела в этом году. Просто нереально. Там и смешно. Ну, больше смешного, конечно. Но фильм сам это как? Какой это жанр вообще? Триллер, наверное, какой-то? Ну, там очень много комедий, потому что это триллер-комедия такая получилась. Я очень довольна. Это просто... Я вообще не фанатка больше фильмов про любовь, исторических, а это был просто нереальный фильм. Мы получили такое колоссальное удовольствие. Я бы сходила на этот фильм ещё раз и ещё раз. А у меня редко такое, что я фильмы настолько высоко оцениваю. Поэтому, если вы не видели, обязательно смотрите. Просто всем рекомендую. Парням, девушкам, всем. Правда, обязательно 16+. Вот этот фильм действительно должен 16+. Я говорю, что мы в полном восторге. Сейчас пойдём в супермаркет, купим покушать, поедем домой, что-то вкусное приготовим. Мы уже всё купили. Думаю, я вам покажу, что мы накупили. Там много чего вкусненького, интересненького. Дешево как-то разнообразить. Купила немножко такого чего-то сладенького, но одновременно полезного. Поэтому сейчас нам нужно зайти в подсеком-тощую банкомату и будем двигаться уже в сторону какого-то транспорта и ехать домой. Лёшка, Лёшенька, привет! Я так скучала! Привет, родной мой! Как дела? Как твои дела? Как ты, солнышко? Хорошо. Так скучала. Так, давайте расскажу вам, что я хотела. 15 яиц. Хорошие, прикольные яйца. Довольно дешёвые, как для своего размера. Хлеб. Чёрный. Киндер пингви. Очень люблю такие сладости. Это очень вкусно. В детстве я могла вообще съесть кучу штук за раз. Сейчас съем один. Два лимона, потому что чай без лимона мы не представляем. Потом здесь, здесь красивые такие стейки. Мы их сейчас приготовим в духовочке и поужинаем ими. Это майонез. Майонез я не ем. Его попросила купить бабушке, потому что бабушка такое любит. Но, как бы, она тоже старается в солидарной со мной есть меньше. Целая курица. Она, вряд ли, спечётся за раз. Мы её разделываем. Мы считаем, такой лишний покупать. Сразу целую. И вот что-то заморозится. Потом, потом, потом. Здесь два десертика вкусных. Вот так они выглядят. Они вроде немецкие. Очень вкусные, сладенькие. Всем советую, кто думает, покупать такое или нет. Потом творожок, потому что скоро масленица. Возможно, дома будут блинчики. Посмотрим, что. Может, мы его просто съедим. И молочкой. Вроде это всё. По-моему, это всё. Может быть, ещё что-то. Мы это уже спрятали. Собственно, вот так вот. Нам будет на несколько дней такой. Ты снимаешь? Да. Ты бы хоть знак какой-то подал. Я что, держу телефон? Короче, сейчас будем завязывать волосы и готовить стейки. Я уже поруб... Лёш покажет сейчас. Лёш показывай. Я уже порубала лучок на кольца. У нас есть наши стейки. Сготовим рукава. Их стейки надо помыть обязательно, потому что они побыли в магазине. Неизвестно, кто их там пробовал своими ручками. Вот. Собственно, я приготовила соус из оливкового масла. Две столовых ложечки, чуть больше. Немножечко добавила орегано, чёрного перца, соли. Можно ещё добавить красный перец, но мне красного перца нет. Я не думала его покупать, поэтому вот так вот. Вот это всё мы сейчас так аккуратненько поливаем. И ручками, ручками, ручками всё это мы промажем. У нас получаются такие стейки. Люблю, чтобы побольше было лука, потому что я вообще лук люблю. Так, чтобы у нас ничего за пределы этого не вытекло. Вот. Соуса, даже, наверное... Ну, как соуса, маслица, наверное, даже многовато будет. Но стейки надо так оставить как минимум на 15-20 минут, чтобы всё успело пропитаться травами. Трав лучше много не добавлять, потому что я всё-таки предпочитаю, когда в мясе чувствуется именно вкус в первую очередь мяса, а не всех вот этих вот добавок. Так что руками мы всё это промазываем и потом будем выкладывать на противень. А пока всё. Значит, сейчас мы берём наши стейки. Они у нас уже подлежали. И аккуратненько... Ну, конечно, с луком красиво не получится, но выкладываем их... Руки уже пачкать не хочу. Выкладываем их на... Не очень грациозно, но выкладываем их на противень. У меня неплохо выложилось. Вот. И теперь всё это лучком вот так вот аккуратненько распределим его и отправляем в духовку. На сколько минут? Это, я думаю, на 40-50 минут. Значит, пока у нас готовятся стейки, Лёша программирует. Сейчас у него дружный дух и съедим, бахнем по вот такому вот десертику. У меня с клубничкой. А у Лёши с... с карамелью. Правильно? Да. Так у меня он как-то покрасивее выглядит. Не знаю почему. Нет, у меня покрасивее. Нет, у меня. Поэтому сейчас буду по другому пробовать, потом скажу, как он. Но этот очень вкусный, я знаю, вот этот я ещё не пробовала. Что ты, зачем ты? Всё хорошо? Отлично? Я готовилась мяско. Правда, я тут чуть-чуть отщипнула, чтобы попробовать. У меня будет один такой стейк с майонным огурчиком и лучок. Лёша будет с майонезом. Я добавлю чуть-чуть соуса, теряки. Ну и на этом всё. У меня это, ну, такой, ну, нормальный кусок мяса, если честно, грамм 200 точно тут будет. А у Лёши два будет таких вот кусочков. Тоже очень вкусно. Всё романненько делала. Я это всё так накрыла фольгой. И в итоге оно как запеклось, потушилось. Вот что-то... В общем, вышло как-то так. Очень вкусненько. Огурочков, правда, маловато, но у нас они заканчивались. Так что всем приятного аппетита. Майонез я есть не буду. Майонез не для меня, а для Лёши. Запивать будем всё просто газированной водичкой, потому что мясо тяжёлое, и его лучше не запивать какими-то сладкими напитками. Хотя я раньше, конечно, очень любила. Так что будем ужинать. У меня уже 4 утра. Я сейчас пойду уже купаться, ложиться спать. Ещё я вот такая, как сегодня была, вся и сижу. Лёша уже давно ушёл. Мы очень-то поздно засиделись, поели вкусных, сочных стейков, попили чаёчек с лимончиком. Но я вам уже чай, так знаете, через раз показываю, что в этом нет ничего интересного. Кстати, о косо сахарозаменителя. Я его не собираюсь прям вот как бы навсегда заменять сахаром. Я вообще стараюсь отучить себя от добавления сахара в напитки. Пока что моя альтернатива — это сахарозаменитель. Но я почитала в интернете, что вообще его нельзя как бы очень долго употреблять, пить, потому что он предназначен именно для людей, у которых есть прямая необходимость к этому. То есть его как бы можно попробовать, от этого ничего вредного или страшного не будет. Для тех, кто раньше много употреблял сахар, это будет польза организму. Но опять же, там на годы какие-то растягивать его я бы не советовала и никто как бы не советует. Поэтому если вы думаете пить и на сахарозаменитель, вы должны для себя понимать, что это мера максимум временная, как и для меня. То есть я думаю, что я вот эту вот бутылочку, такой вот маленький этот бутылёчек закончу и как бы всё. Может быть, фруктозу попробую, может быть, что-то ещё, стевию какую-то. Но как бы в идеале я просто минимизирую сахар и буду добавлять его в напитки по минимуму. Буду, но мало. Потому что, опять же, вы знаете, что я предпочитаю что-то сладкое скушать, чем добавить в напитки. В напитках это довольно бесполезно. Опять же, когда можно скушать что-то сладкое, ну, опять же, не всегда, но можно себе это позволить, лучше же это съесть, чем добавлять сахар в напитки. Так получается гораздо, по-моему, вкуснее и логичнее. Ещё камера не отображает, но у меня мега-мега сухое лицо, у меня оно всё очень сильно стало в последнее время шелушиться. И на это как бы есть причина, но дополнительный фактор это то, что я стала бегать, и у нас очень-очень пока ветрено, плюс холод, сухой холод. И у меня из-за этого ещё сильнее как бы лицо сушится, оно всё сживается, и очень, конечно, неприятно. Мне завтра с утра, кстати, надо не проспать, у меня 5 же 4 утра, мне надо встать хотя бы в 9-10. С утра приедет курьер, привезёт мне тоже от Елизаветы, мы пока всей семьёй подсели на этот бренд, привезёт мне алоэ вера, это как маска, патчи, гель, крем, в общем, это универсальная вещь. Я читала, прямо в инструкции написано, что это можно использовать практически как угодно. Я вот хочу попробовать, потому что у меня мама уже в Киеве пользуется, она сказала, что это очень классная штука. Заказали такое же мне, завтра пойдёт, и я просто буду нереально себя втирать. И сегодня у меня ещё, кстати, вечером заболело горло немного, тоже очень так странно, и не вовремя. Так что мы завтра должны были идти бегать, но решили, что, наверное, завтра по бегу нет, потому что у нас немного выпало мокрого снега, по снегу бегать никто не будет, ну, как-то это не очень приятно, не очень есть желание, ну и, конечно, плюс горло, что если у вас там, допустим, у вас какое-то недомогание, или вы там, не дай бог, простудились, у вас что-то болит, я вообще не советую спорт на улице чрезмерный, да и вообще особую какую-то физическую активность в такое время. Лучше дать организму отдохнуть, восстановиться, буду пить много жидкости, молочко с мёдом, возможно, или просто горячее молочко, полежу в кровати, вообще я как бы тут всегда лежу в кровати, но завтра я прям отдохну. Мы решили тоже, что вот Лёше надо сейчас работать, мы в последнее время очень много отдыхаем, ходим по кино, кушаем, постоянно сидим, смотрим YouTube, и решили, что пока надо, чтобы каждый поработал, восстановиться, привести все свои дела рабочие в норму, и тогда уже снова будем гулять, пока надо поработать, потому что очень сильно мы загулялись. Поэтому завтра я буду преимущественно заниматься какими-то рабочими вопросами, буду монтировать видео для вас разные, у меня уже будет, получается, два видео на очереди, на монтаж, никак я за них не возьмусь, но всё, беру себя в руки и монтирую. Раз уж мы решили, что у нас будет завтра таки и послезавтра рабочее время, то всё, буду заниматься действительно важными вещами, которые я вот откладывала до последнего, вот ненавижу так делать, но очень часто так делаю. Ничего вам больше за свой режим не говорю, вот приведу в норму, тогда и скажу, что всё, я нормально живу, потому что сейчас у меня уже заведённый стандарт 4-5 утра, это моё любимое время для того, чтобы лечь спать. Так что на этом, ребят, в принципе, всё, самое главное о своём дне я рассказала, ела я, конечно, сегодня немало, но завтра буду преимущественно пить, может вообще сделать какой-то жидкий день, но обязательно поймут кашу. Купила много молока, хочу попить, попить, ну, учитывая, что у меня каша очень жидкая, то в принципе это будет как попить. Поэтому я всем желаю спокойной ночи, большое спасибо, что вы посмотрели это Вич, и если не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите мне ваши комментарии, всё читаю, очень сильно вас люблю и желаю всем спокойной ночи. Всем до завтра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok